В поселке Афибском подросток убил отца, защищая мать. Происшествие произошло в ночь на 23 декабря 2018 года. 16-летний подросток был дома с родителями. Отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал оскорблять свою жену и провоцировать на конфликт. После чего набросился на женщину и начал избивать по лицу. Подросток решил заступиться за мать, встал между родителями и ножом один раз ударил отца в грудь. Женщина вызвала скорую помощь, которая доставила пострадавшего в больницу. Однако в ту же ночь мужчина умер. В ходе проведения оперативно-жеркских мероприятий было установлено, что к данному деянию причастен несовершеннолетний житель поселка Афибского, который является сыном потерпевшего. Значит, данное преступление было совершено на фоне аморального поведения отца. В ходе предварительного расследования были установлены все обстоятельства, молодому человеку предъявлено обвинение и в настоящее время угол на дело направлено в суд. Юноша полностью признал свою вину. Он обвиняется по части 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Санкция данной части 1 ст. 105 УК РФ идет от 6 лет до 15 лет. Но так как лицо является несовершеннолетним, ему не могут дать больше половины максимального срока. От максимального срока. В администрации района под руководством Адама Джарима состоялось совещание о просмотрении обращения инициативной группы по вопросу спортивной школы Станицы Северской. В совещании приняли участие представители управления образованием и физической культурой спорта, депутатского корпуса, директор образовательного учреждения. На встрече рассмотрели возможность реконструкции тренировочного спортивного зала по вольной борьбе Дью США Станицы Северской. В ходе обсуждения тренеры предложили рассмотреть возможность изменения конструкции зала за счет сноса внутренних колонн. Глава дал поручение провести экспертизу для принятия решения о возможности проведения работ по изменению внутренней конструкции в зале вольной борьбы. В 2018 году были приобретены новый ковер и спортивное оборудование. Будут организованы работы по укладке подложки под маты, которые приобрели вместе с новым оборудованием. В Северском районе живет немало талантливых творческих людей. Один из них Анатолий Нижельский, самобытный художник с неповторимым почерком. Глядя на его работы, трудно представить, что написаны они одним и тем же человеком. Пейзажи и портреты выполнены в различных техниках и стилях. Родился Анатолий Николаевич в городе Грозном, Кубань. В 1966 окончил художественно-графический факультет Краснодарского государственного педагогического института, нынешнего КубГУ. Какое-то время жил и работал в городе Ухтай, Сыктывкар, где не только писал картины, но и преподавал живопись. Любовь к рисованию у Анатолия Нижельского проявилась еще в детстве. Все началось с курьезного случая. Я был где-то в пятом классе, наверное. Сосед курил, покурил, бичок бросил. Я взял его и... Он рассказал отцу. Но отец как отходил меня широким ремнем офицерским, он меня в угол поставил. Но в угол стою, что делал? Я начал царапать. Вначале ногтем царапал богатырей, коней. Я тогда рисовал и немножко начал. А потом часто в угол у меня карандаш появился. И я стал рисовать. И вот я говорю, с этого началось. Анатолий Николаевич экспериментировал с различными жанрами. Но несмотря на это, его работа отличает чувство меры. Один из примеров сочетания «Академическая школа» и на грани хулиганства серия работ на тему человеческих пороков. Картины «Циклоп» и «Высокая и низкая» имеют философский контекст. Любимый жанр Анатолия Николаевича – портрет. Он объясняет это тем, что в жизни ему посчастливилось встретить немало интересных, достойных людей. Одна из самых дорогих работ – портрет фронтовика из города Ухта Пантелея Максимовича Кубышева, которого художник тепло называет Максимович. Также одно из центральных произведений – автопортрет, на котором изображены разные периоды в жизни самого живописца. Здесь и ранние воспоминания с детства и его семья. Впечатление – неотъемлемый импульс к творчеству. Как отмечает Анатолий Нежельский, для художника главное – суметь уловить нужный момент. Кончаловский, по-моему, художник знаменитый, говорил, что когда идете, вдруг увидели что-то, и вас удивило, потрясло что-то такое. Все, бросайте, бегите домой, хватайте тюнек и начинайте писать, потому что больше такого не увидите. В искусстве не бывает правил и схем. Каждое произведение уникальное, как история его создания. Анатолий Николаевич – скромный человек и не любит рассказывать о своих работах, но всегда рад показать их всем, кого интересует искусство живописи. Руслан Лов, Владимир Галузский, Павел Фисатиди, телерадиокомпания «Таман», Станица Северская. В Россию пришло цифровое телевидение. Вскоре вся страна сможет принимать 20 каналов в цифровом качестве и абсолютно бесплатно. После перехода на цифру аналоговое телевещание будет отключено. Телевизоры без поддержки стандарта DVB-T2 погаснут. Но любимые телеканалы легко найти в цифровом эфире. Подключи к телеку дециметровую антенну и цифровую приставку. И даже старый телевизор поймает в эфире все цифровые телеканалы. Подробности на сайте rtrs.rf В Токио начались продажи марок, посвящённых Олимпиаде и Паралимпиаде, которые пройдут в 2020 году. Покупатели поспешили приобрести коллекционные экземпляры ровно за 500 дней до начала летнего спортивного действа. Марки представила почта Японии. На них изображены талисманы Олимпиады и Паралимпиады Мирайтова и Самэйти. Также есть изображение Олимпийского стадиона, строительство которого по-прежнему не завершено. В целом выпущен 1 миллион листов по 10 марок. Каждый набор стоит 920 йен. Это чуть более 8 долларов США. С каждой марки 10 йен направляются на организацию Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в 2020 году. Я бы хотел помочь играм, хоть сумма и небольшая. Вместо того, чтобы коллекционировать эти марки, я лучше их использую. Мне нравятся талисманы. Думаю, марки с подобным дизайном делают редко. Они будут отличным памятным сувениром. Дизайнер Акира Тамаки говорит, что вдохновением для него стали марки, которые выпустили в честь прошлой летней Олимпиады в Японии. Она прошла в Токио в 1964 году. Мы как дизайнеры ценим то, что нас вдохновляет. Но в этом проекте мы хотели создать марку, которой бы мы гордились. Поскольку она создана в Японии. Ведь весь мир этого ждёт. Надеюсь, что Япония во время своей второй Олимпиады будет преисполнена энтузиазмом. Было бы чудесно, если бы наши марки помогли создать такую атмосферу. Олимпиада начнётся в Токио 24 июля следующего года. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон»